В Казахстане предлагают запретить ввоз и продажу вейпов с ароматическими добавками. В Национальном научно-медицинском центре считают, что именно такой продукт привлекает подростков и студентов. Ведь даже упаковка часто стилизована под конфеты или жевательную резинку. Врачи уже даже заговорили о вейп-пандемии. Анастасия Новикова с подробностями. Чтобы бросить курить, жительница Шымкента Ульяна Волкова перешла на электронки. Их девушка курит уже два года. Говорит, от вейпов нет сильного запаха табака. Их можно употреблять даже в помещении. Но признается, что привыкание они вызывают не меньше, чем сигареты. Зависимость от них намного сильнее, чем от сигарет. Потому что, допустим, сигареты ты не куришь дома, ты не куришь в офисе. Это надо выходить куда-то там. А одноразки спокойно уже можно курить и в тех же заведениях, и на работе, и в офисе, и даже дома. Многие знакомые мои, совершеннолетние, тоже от сигарет перешли на одноразки. Врачи бьют тревогу. Они заявляют, что в Казахстане началась пандемия вейпов. По словам специалистов, в состав электронных сигарет входят не только никотин и глицерин, но даже тяжелые металлы, свинец и никель. А химический состав ароматизаторов вовсе неизвестен. Никотина в них больше, чем в табачных сигаретах, уверены специалисты. В Минздраве рассказали, что после длительного употребления электронных сигарет в этом году подросток попал в больницу с пневмонией. Выявлен такой факт в случае заболевания органов дыхания у подростка, который ранее не состоял на динамическом наблюдении по поводу заболевания органов дыхания. Он в течение года потребляет регулярно электронные системы потребления. В феврале он получает необходимую медицинскую помощь, антибактериальную терапию. С улучшением выписывается домой под наблюдение врачей. Через месяц повторно этот подросток поступает в стационар. Продавать электронные сигареты можно только лицам старше 21 года. Но, как отмечают врачи, вейпы курят подростки и даже дети начальных классов. Выявлены факты, что в некоторых школах учащиеся продают электронки друг другу. Общественники запустили петицию, чтобы запретить продажу электронных сигарет и изъять те партии вейпов, которые уже находятся на территории республики. Под ней уже подписались почти 20 тысяч человек. Все вейпы, которые завозятся к нам, они являются нелегальными. Циничным образом они называются низковольтное оборудование. То есть это фактически они завозятся как детские игрушки на батарейках. Если в 2019 году было 20 тысяч вейпов, завезенных по 2 доллара, то сейчас уже за 3 миллиона и больше. Электронные сигареты, говорят общественники, прибыльный бизнес. Для их продажи даже открывают целые специализированные магазины. Продают все по закону. Но, несмотря на то, что о вреде вейпов говорят постоянно, казахстанцы продолжают их покупать. Врачи не на шутку встревожены. Ведь уже через несколько лет они могут получить целое поколение людей с заболеваниями дыхательных путей. Анастасия Новикова, Девран Абдиев, Абзал Турябеков, Информбюро.